Копим на квартиру, но чтобы купить ее сейчас, немного не хватает. Это знакомо многим приморцам. Вот и семья Анастасии. Откладывает деньги на приобретение жилья уже не первый год, но из-за стабильного роста стоимости недвижимости во Владивостоке покупка все откладывалась. Мы долго думали о приобретении квартиры в ипотеку и пойти на этот шаг мы решили в связи с тем, что Сбербанк проводит акцию, по которой снижен первоначальный взнос, поэтому решение было принято в пользу ипотеки у Сбербанка и приобретения новой квартиры. Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке для зарплатных клиентов Сбербанка теперь составляет 10% вместо 15%. Такой взнос доступен при покупке готового или строящегося жилья до 20 января следующего года. Взять кредит под минимальную ставку в совокупности с первоначальным взносом смогут зарплатные клиенты банка с учетом участия в акции «Молодая семья» и приобретения квартиры, отмеченной особым значком на «Домклик». Наш банк уже во второй раз за последние три месяца снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. Мы сейчас предлагаем ставки беспрецедентные на рынке, особенно это касается молодых семей, новостроек, поэтому мы советуем всем сейчас обращаться, потому что ставки действительно низкие. К тому же подать заявку на ипотеку стало еще проще. В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» появился раздел «Взять ипотеку», который поможет рассчитать условия кредита и выбрать нужную квартиру с помощью сервиса «Домклик». В банк нужно будет приехать только для подписания документов. Каждому клиенту мы подберем подходящую акцию, свой продукт и ставка клиента нашего, надеемся, приятно удивит. Что касается программ, которые мы сейчас реализуем, это в том числе по постановлению правительства 450 тысяч в погашение кредита действующего ипотечного для молодых семей, в семьях которых родился третий ребеночек, поэтому в нашем любом отделении принимаются заявления от клиентов, пожалуйста, обращайтесь, это тоже мера поддержки от государства и от банка. Многодетные семьи теперь могут подавать заявки в Сбербанк на списание части ипотечного кредита. Получить господдержку могут семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или родится третий и последующий дети. Выделены средства, предназначенные для полного или частичного погашения ипотечного кредита в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Олег Завьяло, Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.